Вряд ли можно представить современный интернет без Википедии. Незаменимая помощница ученика и студента отмечает свой день рождения. Познакомиться с именинницей поближе мы решили через самых главных пользователей интернета – школьников. Богдан Маршту по всю информацию ищет в интернете. Википедия – любимый помощник. Мгновенно находит необходимые материалы, в отличие от обычной книги, где статью нужно еще хорошенько поискать. Времени на это не хватает, признается ученик. Освободившееся время Богдан посвящает спорту. В наше время неудобно после занятий, после тренировок или каких-либо других секций идти в библиотеку и проводить там несколько часов и искать нужную тебе информацию. И поэтому приходится пользоваться интернет-ресурсами информационными, такими как Википедия. Прародителям Википедии принято считать Нюпедию. Там статьи писали ученые и академики. Чтобы ускорить пополнение энциклопедии, 14 лет назад открыли сайт Википедия. С тех пор принимать участие в редактировании энциклопедии может любой пользователь интернета. Загрузить новую информацию, написать статью, исправить ошибки и добавить на сайт. Так пополняются разделы, появляются новые статьи и энциклопедии. Написать материал для Википедии не так уж легко. Статья должна быть качественной по стилю, уровню грамотности и, самое главное, достоверной по содержанию. Я беру информацию из интернета чаще всего, но это удобнее и самое быстрое. Википедия активно входит в нашу жизнь, вытесняя многие вещи, в том числе и книги. Школьники, предпочитающие готовиться к учебе по книгам, встречаются все реже. Но мы все-таки заглянули в библиотеку. Полина – ученица 9 класса, готовится к занятиям. Интернетом девушка пользуется крайне редко. Много времени проводит в библиотеке. Признается, когда перелистываешь и смотришь на страницы, в памяти остается не только текст, но и образы, рождающиеся в воображении. В библиотеке своя атмосфера. И когда вообще заходишь в библиотеку, какой-то запах определенных, вот этих книг новых. Когда листаешь страницы, читаешь книгу, информация лучше запоминается. И вообще это намного приятнее, чем в интернете какие-то электронные устройства. И расширяется кругозор, информация лучше запоминается. Википедия на сегодняшний день входит в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов мира. Когда-то в фильме «Москва слезам не верит» телевидение угрожало вытеснить все другие источники информации. Сегодня эту роль отводят сети интернет. Но жизнь показывает традиции российского образования сильнее времени. И наряду с новейшими технологиями книги, энциклопедии и справочники все также пользуются спросом у современных школьников.